Валюта корректируется после вчерашней волатильности. Дональд Трамп оживил рынки, но боковик основной пары не приступен. Евротрейдеры находятся сейчас в безвыходном положении. С одной стороны, курс единой валюты коррелирует с золотом, которое накрыла волна распродаж. Вашингтон, судя по последним данным, решил ослабить хватку в торговой войне с Пекином. С другой стороны, растут ожидания снижения ставок ФРС в сентябре и октябре, что негативно сказывается на долларе. Пара евро-доллар двигается вблизи вчерашнего уровня закрытия, нацелившись при этом на отметку 1.12. Между тем, экономические показатели региона продолжают ухудшаться, разочаровывая участников рынка. Объем промышленности в июне рухнул на 2,6% в годовом выражении, а ВВП еврозоны едва вырос во втором квартале. Сильнейший спад наблюдается в Германии. Другие экономики блока также растеряли импульс к росту. Перспективы остаются слабыми. Производители страдают от обострения торговых конфликтов, неопределенности с Брекзитом. Британский фунт начал подавать признаки жизни. Трейдеры обрадовались позитивным данным по рынку труда. К тому же на рынке нефти происходит сдвиг в положительную сторону. Фунт стерлингов получает поддержку из-за корреляции курса фунт-доллар и бренда. Котировки валютной пары вплотную подобрались к отметке 1,2091. Золото отступило от вчерашних максимумов, но по-прежнему торгуется в плюсе. Унция драгметалла оценивается в 1521 доллар. Цены немного снизились после того, как на рынке появилась новость о возможном торговом компромиссе между США и Китаем. Учитывая масштабы недавнего ралли золота, откаты вполне допустимы. Трейдеры сохраняют курс на повышение цен в дальнейшем.